Доброго времени суток, друзья! Герои нашей сегодняшней программы – люди, которые искренне любят птиц. И у многих из них эта любовь появилась благодаря знакомству с книгами замечательного писателя Виталия Валентиновича Бианки. Сегодня мы пройдем литературным маршрутом Виталия Бианки и узнаем, как живут вместе люди и птицы в нашей северной столице. Стрелка Васильевского острова. Если бы инопланетянин захотел познакомиться с разнообразием жизни на Земле, он наверняка бы заглянул в Зоологический музей Петербурга. Между прочим, один из трех крупнейших в мире. Его коллекция птиц поистине уникальна. Так же, как и работа ученых нескольких поколений, среди которых есть и фамилия Бианки. И в музее, и в фондовых коллекциях нашего института птиц приблизительно 200 тысяч. Много очень раритетных экспонатов, редких экспонатов. Есть даже экспонаты животных, в частности птиц, которых нет уже на нашей планете много лет. Например, странствующий голубь, или кукушка Делаландера, или Додо. Вот этот замечательный экземпляр странствующего голубя музей получил из-за границы от одного из людей, который не имел отношения к орнитологии, но хранил у себя дома вот этот замечательный экспонат. Дело в том, что когда-то, в позапрошлом веке, это был один из самых многочисленных видов. Последний умер в Цинценате, в зоопарке. Звали его Марта, этого голубя. А в природе не существует уже больше ста лет. То, что представлено в одной из экспозиций музея, имеющей отношение к калибре, это, конечно, не все, что нам известно об этих птицах. Но здесь собрана приблизительно одна третья часть того, что мы знаем о калибре, обитающих в Южной и в Центральной Америке. Птицы уникальны тем, что способны впадать в состояние, я бы сказал, спячки. В ночное время они, отдыхая, изменяют физиологию свою, они понижают температуру тела, количество сердцебиений, количество дыхательных актов. Таким образом они экономят энергию на выживание. А в дневное время они питаются очень часто, получают пищу в большом количестве. В основном их пища – это нектар цветов, хотя могут быть и насекомые. Кстати, был случай совершенно уникальный. Сильным ветром из Америки, из Северной Америки, куда они иногда залетают, и даже где гнездятся в скалистых горах, ветром занесло их на Чукотку. Получается, размером со шмеля примерно. Но немногим больше. Почему иногда некоторым кажется, что они в Сочи увидели калибри? Потому что некоторые вражники, они летают очень похоже на то, как это делают калибри. Полет этот называется «трепещущий». То есть крыло выписывает восьмерку в полете. Это группа птиц, которые каждый нашли свою нишу. То есть у них форма и размеры к нему соответствуют. Вот такой должен быть длины, такая должна быть глубина венчика цветка, с которого он будет получать нектар. И тогда он не конкурирует с другими. Это очень удобная форма. Мягкая такая конкуренция. Это один из крупных видов среди соколов. А сокола, как известно, не только в нашей стране, но и за пределами. Это довольно редкие формы птиц. То, что мы здесь видим, это очень особая форма кречета, светлая форма кречета. Это птица, которая может добывать пищу в воздухе. Этой птице доступны очень многие объекты. И вот то, что мы здесь видим, это, в общем-то, птица по своим размерам чем-то похожая на добычу, я имею в виду вот этого кронштопа крупного. Вот ей это все доступно. Она может это делать. Сокола отличаются от других хищных птиц тем, что они очень стремительные птицы. Это могут быть мелкие формы. Это могут быть такие, как сокол-дербник или сокол-чеглок или пустельга. Ну, а этот, этот один из самых крупных. Бывают еще крупнее, но этот впечатляет по своим размерам и по своему состоянию. Музей замечательен еще и тем, что здесь работало огромное количество интересных людей. И если мы говорим об орнитологии, то, конечно, нужно вспомнить и Бранта Федора Федоровича, который, в общем-то, имел отношение к разным систематическим группам животных, в том числе и к птицам. Мы в данном случае должны вспоминать, конечно, таких людей, как Плеске, Бихнера и, безусловно, Валентина Львовича Бианки, без которого мы просто не представляем наш музей в плане пополнения его коллекции из Санкт-Петербургской губернии. Валентин Львович, он вначале, когда еще учился в военно-медицинской академии, занимался сбором материала, он собирал в основном воробьиных птиц. Но впоследствии были и объекты, которые имели отношение к другим отрядам, к другим группам. И, в частности, среди хищных птиц очень много было им добыто. Один из видов, которые представлены в этой экспозиции, это некрупный ястреб-перепилятник. Вот показана его добыча. Это не работа Валентина Львовича, но это его, я извиняюсь, добыча. Но делалось это по эскизу Валентина Львовича. Вот так он себе представлял экспонат в музее. То есть ему очень важно было не только добыть птицу, но и представить ее в состоянии, очень похожем на то, которое мы называем эстетическим. Кто интересуется этой тематикой? Как люди реагируют на такую богатую коллекцию? Ну, основной наш контингент – это дети с родителями. Если родители могут что-то ребенку объяснить, хорошо. Если не очень, то, конечно, у детей возникает огромное количество вопросов. Но дети не могут иногда понять, почему птицы захотели летать. Почему калибри – это не насекомые. Они задают самые правильные вопросы, как правило. Вот услышать от них вопрос, как говорится, такой глупенький, не удается. Как правило, они задают конкретные вопросы, при этом смотрят в глаза и ждут конкретного ответа. Почему нам интересны птицы? И какие люди выбирают орнитологию? Про правнук писателя Виталия Бианки шестилетний Саша пока не уверен, чем будет заниматься в жизни. Но лесные рассказы из книг своего знаменитого родственника слушает с удовольствием. Вот эта книжка «Чей нос лучше» – это его самая первая книжка. Мухолов-тонконос. Сидел на ветке, смотрел по сторонам. Пролетит мимо муха или бабочка. Он сейчас же погонится за ней, поймает и проглотит. Потом опять сидит. Увидел поблизости дубоноса. Вот. И стал жаловаться на горькое житье. Очень неутомительно говорит. Про питание добывать. Целый день трудишься. Трудишься. Ни отдыха, ни покоя. А все проглотит живешь. Сам подумай, сколько мушек надо поймать, чтобы сытым быть. А зернышко ливать я не могу. Нос слишком тонок. Да, сказал дубонос, твой нос никуда не годится. То ли дело мой. Я им вишневую косточку, как стрелупу, раскусываю. У меня попугай почему-то любимый. Попугай? Потому что ему можно научить разговаривать. Да, но это очень больших попугаев только. Они с половину тебя ростом. Ну, может быть, это странно звучит, но наукой может заниматься каждый увлеченный человек. А литературный дар – это уже дар. Он развивается, но все-таки не каждый может. Это вот деду, который собирался быть зоологом, так сложилось, что в гражданскую войну ему пришлось в школе преподавать, в музее работать. Какие-то он писал популярные статьи, стихи публиковал, опять же, о птицах. И постепенно стал не зоологом и не учителем, а писателем. И он приходил в зоологический кружок, который был при зоологическом музее, куда ходили его дети и куча молодежи со всего города, которая стала потом и младшими друзьями, учениками деда. Кружком руководил Анатолий Николаевич Котон. Там были знаменитые, ставшие потом, через много лет после войны, знаменитым писателем Николай Иванович Срятков, который был дедовым учеником как писатель. Там были будущие известные зоологи, доктора наук и, в частности, сын Виталия Валентиновича. Там были и два художника. Один из них – это Жермена Милуп, скульптор известный питерский, другой – Елена Бианки, дочь писателя, график книжный. И все вот это бесконечное общение не только с живой природой, но и с детьми, которым это интересно. И попытка рассказать детям. Кружок этот использовался, и как часто это бывает у литераторов, вполне прагматично. Дед просто читал свои вещи там, первый раз читал, и смотрел на реакцию детей. Эти ребята вместе с руководителем приезжали в Новгородскую область, куда дед каждый год весной в мае уезжал на все лето, иногда до зимы. Вот это восточная часть Новгородской области. В районе Боровичей, с разных сторон, там много было деревень, в которых он посетил, и некоторые дома еще живы до сих пор, где жил дед. И мальчишки, девчонки туда ездили, и остались у них воспоминания об этом. И вот этот вот кружок, в общем, он оказал большое влияние на будущую питерскую науку и культуру. Теперь можно сказать, вот мы сейчас находимся недалеко от помещения, где работает отдел биологии Дворца пионеров городского, где есть один из кружков, который давно, много десятилетий, ездит к сыну Виталию Валентиновичу на Белое море в Кандаларский заповедник. Каждый год, два раза, и ребята там занимаются под руководством взрослых вполне серьезные научные работы. И этот кружок, его основал Евгений Александрович Нинбург, и он так и знаменит. Он тоже прославился тем, что закончившие кружок ребята стали крупными исследователями самых разных частей биологии. Семья Бианки – это отдельная тема вообще, да. Но мы вспоминаем о тех представителях этой фамилии, которые имели отношение к птицам. Это вообще новое было, новый род занятий, новый род жизни для этих людей, особенно для Валентина Львовича Бианки, который работал в нашем музее до 1920 года. Его сын Виталий Валентинович известен хорошо как детский писатель. Вот, был еще один человек, он до сих пор жив-здоров. Это Виталий Витальевич Бианки, который работает в Кандалашном заповеднике, ведущий орнитолог. Больше всего интересуют его водоплавающие птицы. У нас в музее от него тоже достаточно много разных образцов, а в основном это фондохранилища, фондовые в научной коллекции. А в музее их не так много. Но мы его каждый раз вспоминаем, особенно когда он приезжает из Кандалакши, приезжает к нам сюда пообщаться с людьми, поговорить, посетить библиотеку. Это очень приятный человек, человек, который отличается тем, что всю жизнь посвятил тому, чтобы заниматься, изучать птиц, так же, как и его дедушка Валентин Львович. У этих людей, у них одна идея в жизни. Нужно заниматься только тем, что любишь. Нужно заниматься и жертвовать своим свободным временем ради чего-то определенного. Тогда будут какие-то успехи, тогда будут какие-то выводы. В это трудно поверить, но в Красную книгу Петербурга занесено более 70 видов редких птиц. Спрашивается, ну и где же они все? В условиях большого города птицы научились вести крайне незаметный образ жизни. Центральный парк культуры и отдыха на Елагином острове – одно из мест, где их можно увидеть с большей долей вероятности. Осенью нам здесь особенно повезло. Среди самых обычных серых кряков мы встретили весьма необычную – утку-морянку. Гоняет. Гнездится, она преимущественно в тундре в основном. Питается животной пищей. Она нырянием добывает всяких моллюсков, ракообразных водных. В общем, там ее жизнь севернее заметно проходит, гнездовая жизнь. Ну, а тут это как украшение, скажем так, среди обычных кряков, необычная уточка-морянка. Она нечастый гость Санкт-Петербурга, по крайней мере, в это время. Через наш город проходят их миграционные пути. То есть весной и осенью они летят либо на гнездование, либо на места зимовки и задерживаются. У нее повреждено крыло, и, в общем, я думаю, что поэтому она здесь так надолго задержалась. Людмила Пукинская – орнитолог-любитель. И недавно выпустила книгу «Атлас птиц» Центрально-лесного государственного природного биосферного заповедника. Первые фотографии, наверное, в 2012 году, когда я вот уже целенаправленно началась снимать виды и собирать коллекцию видов, которые встречаются на Северо-Западе. Восемь лет, получается, набирали материал. Ну да, но это не так уж много, в принципе, для подобного издания. Там где-то 160 видов примерно в книжке. Вот, по Северо-Западу, по Ленинградской области, в общем, снимала. Хорошего кадра иногда очень долго ждешь. В общем, можно неделю провозиться с каким-то видом, уже найдя его, уже найдя, где снять. И хорошо не снять там, либо он будет осторожный, пугливый, либо свет будет не дать, либо погода. Орнитология требует от человека вполне определенных качеств. И одно из главных, на мой субъективный взгляд, это терпение. Редкого кадра можно ждать часами или даже днями. И при этом надеяться на удачу. Но лично мне в кадр попалась, к сожалению, не птица, а главный после человека разоритель птичьих гнезд в парках Петербурга. В детстве Людмила Пукинская, разумеется, читала книги Виталия Бианки. Но появление интереса к орнитологии у нее тоже, можно сказать, наследственная история. Ее отец Юрий Болиславович Пукинский – фотограф-натуралист и известный русский орнитолог. Во-первых, интересно. Во-вторых, тут уже как такой азарт коллекционирования. Этого вида, например, у меня еще нет или снят там плохо, как-нибудь недостаточно. Конечно, хочется улучшить, хочется, чтобы он был красивый, можно было там рассмотреть. Ну и, конечно, интересно снимать разных особей, потому что если даже снять, ну, вот кряковую утку вот сейчас, можно сказать, да, у меня есть кряковая утка, можно снять, как они играют, как они там дерутся, там, кормятся, летят, там, кладку, когда она укрывает, пухом уходя с гнезда и, в общем, птенцов. Ну, очень большое разнообразие, вот, когда в природе находишься, много всего. А жартно искать гнезда, в принципе, птиц, потому что это такое самое сокровенное, что они прячут лучше всего, они ведутся осторожно, если кряково так, в принципе, увидеть несложно, то найти, где она насиживает кладки, прежде чем вот вылупиться птенцы, это, ну, намного сложнее. Мы нашли гнездо черного аиста, и хоть я не могу сказать, что очень хорошо мы поснимали, потому что в тот год мы не колотили никаких засидок наверху, а когда съемка идет снизу, она, ну, и ноги у аиста становятся короче в два раза, и, в общем, это не то, но когда я нашла, это, пожалуй, было такое, очень давно хотели. Еще со времен родителей, когда у нас была дача Псковской области, мы туда ездили, и хотелось там родителям найти гнезда черного аиста, но папа уже состарился, и, в общем, много ходить не мог по лесу, вот, а у мамы как-то не получалось, вот. И было близко, было горячо, видели, как пара черных аистов прогоняла орла на белохвосты, ну, они от гнезда на небольшой территории, они провожают, так сказать, как бы прогоняя, вытесняют, но не нашли, часто видели кормящихся, вот, было горячо, но не найти. А потом, в общем, где-то километрах в 20-30 от этого места, сначала нам сказали местные жители, зная, как мы этим увлекаемся, что видели сеном один деревенский человек, который сейчас там бывал, сказал, что видел в клюве пучок сена, в общем, это был явный признак, что где-то гнездо, он выстилает его. В общем, в тех краях мы отутюжили все леса, челноком ходили, искали, и когда, наконец, уже проходя, я увидела так вот среди крон гнездо, и на нем стоящий черный аист, мне казалось, что это какая-то сказка, что мне уже, то, что я так хочу это найти, мне это мерещится. И, в общем, я своей сестре говорю, слушай, мне же не кажется, мы же нашли это гнездо. Конечно, очень радостно, тем более, что пара тогда была очень хорошая, при том, что это, в принципе, очень осторожная птица, самка из этой пары, она даже не улетала, она почему-то не боялась, возможно, она там где-то жила раньше, где люди близко, и, в общем, очень была, скажем так, доверчива. В научно-фантастическом фильме «Прометей и Завет» есть такие кадры. Группа людей высаживается на незнакомую планету, идет по лесу, который очень напоминает земной, и вдруг люди останавливаются, поскольку понимают, что-то здесь не так. Оказывается, не слышно пение птиц, и им становится из-за этого по-настоящему страшно. В наших каменных джунглях птицы, помимо того, что занимают важную экологическую нишу, просто радуют глаз и слух своим внешним видом и мелодичным пением. Но живется им в условиях города непросто. По данным орнитолога Владимира Храброго, автора книги «Птицы в парках Петербурга», разъяемость гнезд по причине фактора человеческого беспокойства составляет 57%. Это означает, что шансы на выживание у птиц в условиях города, в общем-то, невелики. Примерно один к двум. Иной раз удивляет возможность адаптироваться птиц к этим условиям. Но самые яркие примеры – это, допустим, кряква, которая заселила городскую территорию. И если в дикой природе кряква в основном на 95-8% гнездится на земле, то в городских условиях ее гнезда можно найти и на крышах, и в трубах, и в дуплах, и под скамейками парков. Понимаете, в разных самых условиях вот эта возможность. Синицы, например, активно освоили различного рода полости. Допустим, полости фонарей наших вдоль дорог, полости в трубах, которые под землей. И гнезда, у меня даже это есть публикация и фотография, гнезда синицы, большой синицы, ниже уровня земли на целый метр. То есть вот эта способность птиц, да, действительно удивляет даже профессионалов. У нас есть такие участки, где биоразнообразие, в общем-то, сохранилось такое же, как и в дикой природе. Если взять, допустим, Юнталовский заказник, взять Сестрорецкое болото, другие территории, которые примыкают к городу, но уже вошли в городскую территорию, они, несмотря на то, что много большой антропогенной прессы, все равно сохраняют места для размножения многих-многих птиц. Поэтому город нельзя рассматривать вот как такой застроенный мегаполис, где кроме воробьев там, вездесущих и ворон, мы никого не видим. Нет. Если проснуться пораньше, особенно в летнее время, весна, это май, июнь, июль, и пойти погулять, даже без бинокля, а с биноклями это будет лучше, можно увидеть достаточно много птиц, самых разных экологических групп. В городе до сих пор на гнездовье найдено больше ста видов птиц. Хорошо приспособились к жизни в городских условиях многие врановые, что, в общем, неудивительно, поскольку в птичьем мире ученые их считают настоящими интеллектуалами. Самое, конечно, продвинутое в этом плане – это попугаи и, конечно, у нас врановые. Попугаев у нас нет, только если где-то купить, а врановые рядом. Поэтому все врановые, а врановых у нас достаточно много. Я могу просто напомнить, что всем известны ворона, галка, грач, сорока, сойка, ворон – это наши врановые. В лесах еще живет, иногда встречается, кукша на востоке области и кедровка. Вот наши врановые. Самое продвинутое, конечно, это серая ворона и ворон. Ворона просто люди знают меньше, потому что ворон, в основном, птица лесная. Но сейчас освоил ворон окрестности города и гнездится в основном на линиях, высоковольтной линии или передач, устраивает там гнезда многолетние. Ворон, конечно, птица интересная не только тем, что он достаточно крупный, большой. Но если взять вороненка с детства, с самого маленького, и выкормить, это, в общем-то, друг человека, такой же, как кошка, как собака. Это, в общем-то, практически домашнее животное, домашняя птица, которая человека понимает, живет рядом, абсолютно не улетает никуда. И обладает достаточно хорошей рассудочной деятельностью. Жора, мелких не трогать. Жора, нельзя мелких трогать. Я сейчас тебе... Задница пернатая, нельзя мелких трогать. Делиться не будет он. Почка сигареты, там сухой корм. Эта девочка попыталась посмотреть, что же птичка ест, поэтому он ее наехал. Жадина какую-то. Пойдем домой. Это Жора. 2005 года рождения. Случайно просто попался птица. От трехмесячной отказались. У людей, у ребенка аллергия. Завели, чтобы ребенка к природе. Не получилась аллергия. Попал к нам в квартиру. Стал с ним заниматься. И на меня, как бы, это самое, обязанности перенесли. И предложили, чтобы жил у меня. Алексей Денисов и его питомец Жора в Екатеринговском парке Петербурга появляются регулярно. На радость местной детворе и любопытным взрослым. К ним привыкли птицы. Для серых ворон их дальний родственник ворон-черный далеко не самый желанный гость. Но Жора здесь на особых правах. Потому что он не просто ворон, а друг человека. И этот человек всегда приносит угощение для птиц в парке. Это вот он ругается, что это моя еда. Не дам. А что она там ест? Куриная шкура. И у этого тоже вот у Жоры куриная шкурка. Но она крупнее, пользуется тем наглую. Отгоняет ворон, отбирает у них. Она по размеру больше, чем у вас, Жора. Это вот он так дразнит куском. Их, да? Птиц? И вас тоже. А, и меня тоже? Да, он всех дразнит. Вот у него есть, а у вас нету. Да, он всех дразнит. Красавец, что скажешь? Об уме можно говорить только в отношении человека. Потому что у него есть специальное свободное пространство в коре головного мозга, которое называется неокортекс. У птиц этого нет. Но у них есть что-то другое. Вот. Есть, например, сгустки нейронов, которые приблизительно то же самое могли бы делать. Но что такое интеллект? Если применить на человеку, это способность думать, анализировать, планировать какие-то события. Но, кстати, птицы тоже могут планировать события. Птицы тоже могут анализировать. Ведь очень много проводилось разных опытов в отношении так называемой рассудочной деятельности птиц. Когда они способны были достать пищу из такого места, которое никакая другая птица, кроме вороны, например, не может это сделать. Так что сейчас говорить о интеллекте птиц, наверное, преждевременно, потому что эта тема, она не имеет вот того свойства, которое мы могли бы назвать эволюцией интеллекта. Но то, что птицы действительно способны играть, в основном в молодом возрасте, то, что птицы способны шутить, мы это знаем прекрасно по поводу попугаев, то, что птицы могут дразнить. Например, ворона может дразнить или сорока может дразнить собаку или кошку, и у нее это очень хорошо получается. И при этом она получает удовольствие. То есть она может планировать какие-то действия для того, чтобы это удовольствие получить. Говорите, Луиид. Ора говорил и парк. Потом перестал, начал копировать автомобильную сигнализацию. И были канусы у нас неоднократно. Одного человека на Выборге, рыцарский замок, мы ездили. Вон там человек поставил машину, мимо нас идет, сигнализация срабатывает. Поворачивается на брелок, нажимает. Раз пять. После пятого сказали ему, что это птица палубится. Ну иди, иди, гуляй. По оценке Алексея, интеллект у Жоры на уровне пятилетнего ребенка. Но бывают ситуации, когда питомец удивляет своего хозяина проявлением настоящего взрослого чувства юмора. Как-то раз мне это сам показал, что я для него спрятал, закрыл, думал не откроет. Чехол из телефона старый, я в него еду спрятал, думаю, сколько он будет мучиться. Открыл. Даже не порвал, а молнию открыл. Но это не чувство юмора, это просто острый ум сам по себе. Так вот, самое главное, открыл, и меня так вот с тем, что он вытащил в клюве, поворачившись он такой, и бросил на пол. Вот смотри. Там не еда, просто там, и бросил. На, смотри. 15 лет вместе вполне достаточно, чтобы привыкнуть друг к другу. По словам Алексея, Жура воспринимает его как родителя. Из-за внимания хозяина птица готова бороться. Особенно ревнует Алексея к женщинам. Отличает мужчин. Причем мужиков он не старается. А вот если женщины попадутся, он за ноги щипает. Причем даже было так раз, что женщина в одежде, ну как брюки, все. Ну вот, и, как говорится, мужеподобная такая женщина. С первого взгляда посмотришь, даже голос хрипловатый. Все равно подошел, начал щипать. Пошел в магазин, купил бутылку воды, стаканчик, и начал, негазированной водой, налил, дал ему стаканчик. И вот как-то мы уже домой идем, он тоже попросил попить. Я ему налил стаканчик, он попил три раза, потом четвертый набирает воды и пихает мне в клюв. На, попей. Вот так вот. На обратном пути, когда мы идем к метро, я случайно задеваю Алексея рукой. И Жора тут же пускает в ход свой клюв, давая понять, что кое-кто приступил к границе дозволенного. Эта птица явно заслуживает, чтобы к ней относились серьезно. Лапки подмерзли. Ну, подмерзли, давай. Мой нос для того вверх смотрит, сказал Шелонос, чтобы в воде всякую мелкую живность поддевать. А мой для того вне смотрит, сказал Кроншина Псерпонос, чтобы им червяков из травы таскать. Ну, на самом деле, все это не очень понятно. Наверное, вверх он, нос у него перед ним, он идет по воде. То есть, типа, подцепляет. Он подцепляет, да, снизу. А этот в траве, значит, там уже все равно мышки не видят. Вот. В общем, они там соревнуются, соревнуются, хвастаются всеми носами. А в итоге вот Мухолову хватает какой-то там коршун. Ястырь. Чудеса, сказал Мухолов. Сколько носов я видел нынче, а решить не могу, какой из них лучше. Вот что, брат, становитесь все рядом. Это очень опасно оказалось. Посмотрю на вас, выберу самый лучший нос. Мой дед, несмотря на то, что он писатель, тоже исследователь. Он всю жизнь проходил с биноклем, вел дневники, записывал, наблюдал и птицы, и насекомых, и звери. Уж не говоря про то, что там записывал рассказы всяких местных охотников. Главное, что характерно для этого рода, для трех его поколений, что это образованный интеллигент в лесу, в условиях леса, в условиях дикой природы, когда он старается наблюдать, не разрушая эту самую природу. Книги Виталия Бианки по-прежнему читают дети и взрослые. О нем помнят. Не случайно будущему экологическому парку в Приморском районе, где находится роща и совсем рядом Лахтинский разлив, местные жители предложили дать имя Виталия Валентиновича Бианки. В юности я ходил здесь на рыжах зимой по болоту. Дальше за нашей спиной находится Лахтинский разлив, который знаменит тем, что там останавливаются на пролете птицы и лебеди, и гуси, и утки, и еще много десятков видов. И смысл, насколько я понимаю, решение администрации не застраивать вот эту территорию, на краю которой мы находимся, смысл в том, что это будет буферный парк по отношению к недоступной для людей охраняемой зоне, которая останется в природе. И если это получится, то, конечно, это будет замечательно и логично, что этой территории дадут имя Виталия Бианки, за которую прогрессовали жители Приморского района. Друзья, если у вас будет такая возможность, обязательно побывайте в Зоологическом музее Санкт-Петербурга. Там работают серьезные ученые, и они с удовольствием поделятся с вами своими многолетними наблюдениями за птицами. Но для того, чтобы понять этих удивительных существ, одного визита в музей, даже такой, как у нас в Петербурге, разумеется, недостаточно. Нужно ехать в лес, вести свой собственный диалог с природой, так, как это умел делать российский писатель и настоящий интеллигент в лесу Виталий Валентинович Бианки. Виталий Валентинович Бианки. Виталий Валентинович Бианки. Виталий Валентинович Бианки. Продолжение следует...